1 декабря жители Щелково уже смогут гулять по новой набережной Клязьмы между Старым мостом и улицей Пушкина. Такое обещание дали строители и главе района Алексею Валову, и нашей съемочной группе за несколько дней до плановой сдачи крупнейшего в Московской области плоскостного объекта благоустройства. На соблюдение сроков строительства благоприятно повлияли и погодные условия. Погода наоборот играет нам на руку, почему-то не знаю, на удивление, то есть для нашего города Щелково все это как-то складывается. Должны были быть уже давно морозы, но нас погода спасает, помогает, поэтому мы укладываем и асфальт, и брусчатку, и бетон успели залить вовремя до морозов. На набережной заасфальтирована велодорожка. Протяженность ее, как и всего променада, более 800 метров. Заканчивается установка стальных перил. Рабочие шлифуют бетонный парапет и устанавливают сидения. Уже установлено порядка 160 декоративных антивандальных светильников с отраженным светом. Смонтированы видеокамеры с подключением к системе «Безопасный регион». Мы сдадим к 1 декабря точно все, что мы обещали, мы выполним. Асфальт, парапеты, брусчатка, все будет уложено в 100%. То есть мы свои обязательно выполним в 100%. Конечно, ряд работ на набережной пришлось перенести на весну. Сейчас, согласитесь, нелогично сеять газон и высаживать деревья. Но и без этого новая набережная выглядит очень достойно. 10 водозаборных узлов реконструируются в этом году в Щелковском районе по госпрограмме «Чистая вода». На всех устанавливаются новые станции обезжелезивания. Работа находится на разной стадии готовности, но специалисты межрайонного Щелковского водоканала утверждают, что до середины декабря все работы закончатся и станции заработают на благо жителей. Самые масштабные работы ведутся на ВЗУ-3 в микрорайоне «Дальний Воронок», который обслуживает порядка 20 тысяч жителей Щелкова. Станции около 60 лет, и главной задачей было модернизировать устаревшую технологию напорной очистки воды. Для этого заменили практически все оборудование. Вот так выглядели фильтры еще два месяца назад. Их демонтировали и устанавливают современные полимерные емкости. Наполнитель такой же – кварцевый песок. Специалисты приступают к пусконаладке. В середине декабря первая очередь реконструкции ВЗУ-3 завершится. Вторая запланирована на следующий год. Мы переделали полностью всю обвязку резервуаров, оборудование. То есть мы поставили безнапорное оборудование, принципиально не энергоемкое. То есть оборудование будет работать в самодичном режиме. Еще 9 ВЗУ улучшат качество питьевой воды жителям сельских территорий. На большинстве никогда не было станций обезжелезивания и очистки. Вода с превышением содержания железа подавалась прямо из глубинных скважин. Как, например, на ВЗУ «Соколовская», который обслуживает порядка тысячи жителей городского поселения Загорянский. Работы на всех станциях почти завершены. Станция Долголедова работает уже в автоматическом режиме с прошлой недели. То есть уже жители обеспечены качественной питьевой водой. Остальные станции будут выполнены до середины декабря. Введены в эксплуатацию, да, в соответствии с графиками и с договорами. На реконструкцию всех водозаборных узлов в этом году выделено 230 миллионов рублей. 80% из бюджета Московской области и по 10% средства водоканала и районного бюджета. Мы практически решили одну из самых острых проблем – качество воды, отметил глава района Алексей Валов. Глава не сомневается в профессионализме компаний, которые ведут реконструкцию объектов водоснабжения. Но главная оценка будет, конечно, от жителей. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».